Сейчас попробую мне перейти к рассказу о том, что заявлено в теме нашей встречи. Это проекты Марса и ДД от А до Я. И начнем с буквы А, конечно. Какую информацию о проектах можно получить непосредственно на сайтах проекта, на портале Арбекон, даже не зарегистрировавшись. Немножко статистики. Что из себя представляет Марс сейчас? Сейчас это 186 библиотек со штатом от двух до 200 человек и более 700 сотрудников этих библиотек занятых в проекте. И отсюда, обратите внимание, цифру 700, отсюда и сила, и слабость, по крайней мере, проекта Марса. Почему? С одной стороны, такое количество людей работает по единым правилам, соответственно, ни одна библиотека не может выполнить свою работу, ну, своими силами в штатной своей библиотеке то, что делают все вместе. А с другой стороны, ни в коей мере нельзя никогда дадить за того, что 700 человек, работающих в разных городах, библиотек разных систем и ведомств, со своими взглядами, вообще на то, как надо расписывать журналы, что такое описание на статье, они сделают все совершенно одинаково, особенно с точки зрения поискового документа. Поэтому проект всегда говорит о том, что он гарантирует одинаковую, примерно, библиографическую часть, библиографию будет одинаково, а то, что касается поискового документа, смотрите, анализируйте, принимайте решение, надо это или не надо, интересно или не интересно, и делайте соответствующие говорили. Далее, тоже небольшая такая статистика, значит, у нас список сейчас 1648 расписывающих журналов, из них 700 ваковских журналов, но вместе с этими ваковскими есть и детские журналы, порядка 100, более 200 известных и лестников вузов, порядка 250 региональных изданий, то есть, действительно, база поли-тематическая. Объем общий, примерно, миллион 250 тысяч записей, ежедневное пополнение около 1 тысячи записей, ежемесячный рост 20 тысяч записей и так далее. То есть, 8 различных АБИС, наиболее распространенных отечественных, со всеми их версиями, и поддерживается формат УСМАРК МАР-21. То есть, это вот такая краткая статистическая информация по проекту. Но, мы говорили о том, что мы будем больше смотреть, чем слайды, будем смотреть непосредственно на странице. Вот вся информация, адрес марка.ру, главная страница, в режиме реального времени у вас... Сейчас она у нас откроется. Как всегда, при реальном показе. Что-то у нас... Да вот она загрузилась. Значит, вот видите, та цифра, о которой я вам говорил. Ну, библиотека 187 здесь, просто потому что одна библиотека тестовая, и здесь цифр, как всегда, на единичку больше. Реальных журналов 1648, вот они здесь есть. И записи на данный момент, ну, вот такое число. Сегодня выходной день, поэтому оно меняться в процессе демонстрации не будет. Вообще, оно меняется действительно в режиме реального времени. Итак, мы начинаем с группы А. Как получить информацию о проекте и где ее получить? Вот получить ее можно здесь. Обратите внимание, что я сейчас не авторизовался. То есть это совершенно... Я бы хожу сейчас как гость, непонятно откуда вошедший. Первая страничка, соответственно, у меня видна. И первое, что всех интересует, а что расписывается? Есть два списка. Список расписывания журнала, это по проекту Марс, и полный список, это по проекту ЭДД, что вообще есть в этом проекте. Ну, давайте вот на расписывание нажмем. Есть сейчас один недостаток, который буквально в ближайшее время будет устранен. У нас нет кнопочки, по которым можно получить полный список. Надо вот шлепать по буковкам. И это, в общем, не всегда удобно, когда в индивидуальном порядке сразу пересылают соответствующую эксельскую табличку. Но здесь поставим кнопочку, и можно будет получить весь список в ловитом порядке. Мы можем нажать на любую там буковку, вот мы набираем, чтобы посмотреть, сколько там вестников, потому что это, в общем-то, такая характерная... Вот мы вестники начинаем, вестники Лидийского государственного университета, начинают с номера 9, и всякие-всякие разные вестники идут... Сейчас посмотрим, до какого он... Это вестник Томского, вестник Южного научного центра 158. Значит, порядка 150 журналов, да только вестников. Как правило, здесь, естественно, центральные вестники, но в основном это региональные, та самая серая литература, которая, в общем-то, не всегда, сильно не всегда доступна, с одной стороны. И с другой стороны, вот сейчас уже говорили о том, что очень многие вузы переходят от публикации, так сказать, в центральных изданиях, публикациях у себя. Вы знаете, что многие вузы стремятся получить вот этот вот статус флаковского журнала, и как только получают, то авторы, там, аспиранты, очень большая доля публикаций идет именно в публикациях своего вуза. Соответственно, здесь вы получаете информацию, сначала библиографическую, потом еще позже скажем по проекту ИДД, что можно получить и копию статьи из всех этих вот вестников, из всей этой серой литературы.